Мэр Магадана Юрий Гришан Мэр Магадана Юрий Гришан проверил, как проходит ремонт в школах. Городоначальник посетил 29-ю школу и эколого-биологический лицей. Со 2 августа начинается приемка общеобразовательных учреждений. По программе «Столица» на ремонт школ выделили 45 миллионов рублей. Почти 25 миллионов. Правительство Колымы предоставило на капремонт школы 29. Она является одной из самых больших в городе по числу учеников. Около 850. Работы в организациях нужно завершить до начала учебы. 25 по распоряжению губернатора, 45 по столице – это 70. И еще около 50 миллионов наших денег – это почти в 20 с лишним раза больше, чем выделялось на ремонт школ в прошлые годы. Но надо освоить, потому что во время проведения учебного процесса нельзя никаких работ проводить. Ни сухих, ни мокрых. Поэтому задача на подрядчиках очень серьезная. Нужно поменять окна, сделать межпанельные швы, оформить фасад. Внутри школы работает сам коллектив учреждения. Сотрудникам надо составить проектно-сметную документацию, чтобы установить оборудование в столовой. Также работы ведут в детских садах. Там приемка начнется в середине июля. На Соколе спустя долгие пять лет начался ремонт улицы спортивной площадки. По улице Гагарина рабочие активно занимаются благоустройством дворовой территории. Мэр областного центра лично приехал посмотреть, как ведутся работы и на каком этапе они находятся. К счастью, больших проблем, из-за которых можно беспокоиться, нет. Все идет четко по плану. Однако градоначальник внес некоторые поправки в происходящее. Например, он указал на то, чтобы рабочие убрали ржавые заборы и старые шины, которые также служат неким ограждением. Потому что все это портит внешний вид Сокола. В этом году мы нашли все-таки возможность, чтобы здесь асфальтировать. Кроме того, что вот по улице Гагарина мы сейчас проедем, покажете гражданам, как мы готовим спортивную площадку для того, чтобы уложить травмобезопасное покрытие. И еще один спортивный корт, волейбольная площадка будет комфортная, удобная, безопасная. Ну и ямочный ремонт тоже на Королево-7 и дальше пожарная часть. Кроме облагораживания дворовой территории, в скором времени начнутся активные работы на спортивной площадке. В плане уложить травмобезопасное покрытие, потому что в основном там занимаются дети, которые ходят в спортивные секции неподалеку. Изначально там планировалось установить паркурную площадку, но в конечном итоге решили, что будет лучше, если на новое покрытие перенесут тренажеры, которые сейчас установлены на бетоне. В парке за кинотеатром Горняк появится новая скейт-площадка. Строительная компания из Санкт-Петербурга FK Ramps совсем недавно доставила в Магадан железные конструкции будущего парка. На данный момент идет активное возведение металлических каркасов. Напомним, что новость о полном обновлении парка появилась около года назад. И, наконец, сейчас процесс пошел в нужную сторону. Кроме этого, на новых площадках смогут заниматься не только профессионалы, но и совсем начинающие, потому что оборудование, которое устанавливается, подготовлено для разного уровня сложности. Это для всех уровней сложности, от начинающих до профессионалов. Также можно, продвинутый райдер придет и скажет, нормальный скейт-парк, обкатать можно. Также придут вот еще начинающие и тоже скажут, ничего себе, замечательный скейт-парк. Комбинат зеленого хозяйства начал ремонт фонтана в сквере имени 70-летия Магадана. В настоящее время учреждением выполняется большой комплекс работ по благоустройству города. Помимо высадки зеленых насаждений, реконструкции газонов, учреждением производится ремонт контейнерных площадок, лестниц и фонтанов. Фонтан 70 лет длительное время радовал наших горожан. Но последние несколько лет, несмотря на каждодневный текущий ремонт, происходили протечки. В настоящий момент заканчиваем работу по капитальной ремонту чаши и подводящей воды арматуре. Также заменен подводящий кабель, который будет питать данный фонтан. По словам специалистов, протечки в этом фонтане происходят часто. Поэтому в этом году объект нуждается в капитальном ремонте. Протечка происходит каждый год. Последние годы мы делали текущий ремонт, а в этом году у нас уже капитальный ремонт. В данный момент производится гидроизоляция самой чаши. Полностью заменяем гидроизоляцию. И швы будут заделываться. Специалисты КЗХ выполняют работы по благоустройству не только центра Магадана, но и его окраин. Такие работы носят знаковый характер, особенно перед днем города, отмечают сотрудники. Учреждение продолжает обслуживание парка «Маяк», восстанавливает газон после затяжных зимних морозов. Также специалисты КЗХ реконструируют стелу на шестом километре. Этим занимается ремонтно-строительная бригада. Она была создана в учреждении по распоряжению мэра Магадана Юрия Гришана и работает уже четвертый год. Благодаря этому некоторые объекты благоустройства, которые было сложно отторговывать для работы подрядчиками, выполняются силами комбината зеленого хозяйства. Вчера к нам в вечерний Магадан обратилась жительница города. Тамара Кузнецова пришла в Магадан электросеть с целью написать заявление. Но охрана не пустила ее в приемную, объяснив это тем, что на июнь у них нет личного приема. Поэтому ей посоветовали обратиться в операционный зал, где из всех КАС работает только одна. И из-за этого она просидела там около часа. Причем заявления у нее приняли с большим возмущением и недолжным образом. Мы должны иметь доступ к руководителям со своими вопросами, которые не просто так появляются, а благодаря их усилиям. Отсутствие должностных лиц, которые могут помогать жителям, является не единственной проблемой. Наиболее актуальной является тема больших очередей и одна работающая касса в офисе Магадан электросети по улице Транспортной. Значительное количество людей находится в маленьком и душном помещении, ожидая своей очереди. Многие не выдерживают и просто уходят. Хотели проверить, сколько у нас там доплатить или заплатить. Но впервые мы сталкиваемся с такой очередью. И не желаем стоять. Лучше мы переведем через интернет на энергосбыт и все. В инстаграме Пенсионного фонда прошел прямой эфир на тему пособия беременным женщинам и одиноким родителям, который доступен в записи. С 1 июля 2021 года начался прием с заявлений. Подают обращение за пособием и дистанционно, и лично. Тем не менее, у молодых родителей остаются вопросы по этой теме. Кто имеет право на выплату? Как правильно оформить заявление? Именно поэтому специалисты ПФР решили провести эфир, в котором постарались ответить на все вопросы. Дело в том, что все наши мамочки, они, конечно, очень продвинутые. Они легко пользуются инстаграмом, другими социальными сетями. Поэтому мы решили, что эта форма будет наиболее удобна для женщин, для того, чтобы ответить на все возникающие у них вопросы. Но, естественно, кроме прямых эфиров, мы будем консультировать и консультируем и другими способами. Мы даем информацию через СМИ, публикуем ее на сайте Пенсионного фонда. И также мы планируем уже в эту пятницу, 9 июля, провести телефонную прямую линию для тех, кому удобнее непосредственно пообщаться со специалистом. Номера, по которым можно будет проконсультироваться со специалистами, сотрудники ПФР разместят и на своем сайте, и в социальных сетях. Телефонная линия будет работать с 9 утра до конца рабочего дня. Сотрудники организации планируют продолжать проводить прямые эфиры, чтобы колымчане знали свои права и могли проконсультироваться на ту или иную тему. Более 30 тысяч колымчан в Магаданской области привились от COVID-19. Из них завершили иммунизацию двумя компонентами вакцины около 25 тысяч человек. Всего на территории Колымы специалисты планируют привить от коронавируса более 60 тысяч человек. Это 60% населения. В настоящее время в регионе работают 28 пунктов вакцинации. Их обновленные адреса и режимы работы опубликованы на сайте Минздрава Магаданской области. Для маломобильных граждан, у которых нет возможности прийти самостоятельно в медучреждение, работают мобильные бригады. Записаться на прививку против новой коронавирусной инфекции магаданцы могут через портал госуслуг, а также по телефонам колл-центров 122 и 220-003. Для вакцинации на территории остальных городских округов колымчанам необходимо записаться в регистратуре поликлиники по месту жительства. Редактор субтитров А.Семкин